здравствуйте дорогие друзья поговорим о таком вопросе интересным для многих людей странным о переливании крови здесь очень много процессов не учитывает доктора и вы не знаете некоторых моментов информационного соответствия подобие так далее дело в том что кровь в человеке несет не только там эритроциты лейкоциты и так далее плазма там все остальное нанесет еще информацию как любая вода вам наверное рассказывали о том что когда вода проходит по трубам негативная информация скапливается в ней и вы ее пьете в реке тоже информация идет при перемагничивание этой информации подумайте сами если это существует значит существует и в крови то же самое все состояния человека от которого переливается кровь переходит и вам представьте что человек которым перелили из от которого перелили кровь заболевает информационно идет перенос и на вас если этот человек радуется одно состояние в гневе другое если этот человек умер представьте что этот человек умер а вам 3 и кровь конечно вы можете сказать что там эритроциты там заменяется с определенной периодичностью там и через определенное количество время там уже совершенно другие клетки 90 дней и так далее но информация информация остается вот что опасно это что человек не понимает совершенно не понимает здесь очень много подводных камней например вы приходите к доктору который берет у вас кровь и система может подключиться как грозди к ней и вмешаться каждому человеку который нанося программы каждому человеку который берет кровь от этого и здесь скорее нужно вам подумать что сделать какие программы наложить для того чтобы не было этого информационного сброса это очень опасный момент старину даже переливали кровь от трупов то есть кровь и лишенной жизни сейчас проверяет на заболевание это правильно это конечно нужно и кровь для многих людей становится спасением в их жизнях я бы советовал первое установить программу своем менталитете и попросить творца высшее я или творец все сущее сделать так когда если мне понадобится переливание крови то это кровь будет перелита от человека гармоничного совершенного мудрого абсолютно здорового и истечения обстоятельств это сделает это это произойдет ведь самом христианстве например в христианской церкви заложено ритуально это магия отождествления например это таинство евхаристии таинство евхаристии когда мы поглощаем вино и говорим что это кук тело плоть и кровь христова это не ганнибализм это просто перенос информации связи с христом в этот момент христос сам христос ощущает в себе информацию негативную информацию от человека это причащение и своим сердцем своим светом преобразует ее и вы неделю 7 дней вы не думали почему именно 7 дней нужно перед каждое воскресенье например причащаться чтобы вы вибрационно ваша кровь соответствовал христу сознанию христа это не темный ритуал это сам христос заведовал он взял на себя ношу очищать ваш вашу кровь вашу ваше сознание помочь вам в этом подвиг христа но если такое существует и каждый христианин должен об этом знать то существует и обратные эффекты переливание крови от людей скажем так неблагочестивых с определенными ударами судьбы то это и же самое коснется и вас и вы внутренне бог мой внутри меня свет мой я прошу если такое случилось у вас и вам перелили эту кровь преобразовать своим мыслью светом любовью мудростью кровь от человека которого от которого мне перелили кровь совершенную и полностью синхронную со мной моя кровь это моя кровь его кровь это его кровь дальше пошлите этому человеку свет любви я благодарен тебе за то что твоя кровь спасла мою жизнь благодарность основа евхаристии тем самым вы сможете изменить себя трансформировать себя не вступая в осуждение и гнев какой бы то ни было то есть таинство евхаристии нужно происходить каждое мгновение своей жизни преображение 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 не только когда кровь но и другие состояния тем самым вы очистите очистите себя очистите свое существование и это очень прекрасно это очень хорошо берегите себя берегите и осознайте что каждая жидкость будь то кровь вода лимфа несет в себе информацию когда первый мужчина приходит в жизнь молодой девушки и первые первые существуют первые половые акты информационный этот человек кодирует эту женщину и не всегда это позитивно почему бывают первые люди которые добиваются близости бывает зверьками у которых масляные глаза они очень настойчивы и бывают программы молодую девушку ложится не совсем хорошие но это не смертельная дорогие друзья дело в том что ваше божественное присутствие ваш свет внутри просящему додается вы можете обратиться более совершенные объемы и будет облегчение даже если вы подумаете в тот момент в таинстве евхаристии которые в каждой церкви производится когда причащаетесь христу попросите христос во мне очисти очисти мои клетки от информации того мужчины первого который например был не совсем благочестив из и сам христос вам поможет в этом преображал преобразив в таинстве евхаристии вашу кровь в старину использовали разные методы от пыльцы собираемую на полях и женщины умывались этой состоянии умывались этой пыльцой брали полотенце и вытирались чтобы снять эти кодировки все это можно снять помните обращайтесь за светом за преображением и это преображение будет вам даровано каждую вещь который вы берете свой дом должна быть подвергнута таинство евхаристии и когда это происходит ваш дом должен сиять вашими чистотами эти стены внутри вашего дома должны сиять божественной чистотой очистите боже свет во мне творец преобразуй эти бетонные стены стены из дуба сосны представляете этот сосновый лес образ видите такой яркий что информация на все эти тьма на стенах раствориться и вам будет легче жить в этом доме очистите подушки помните наши предки подушки вы стукивали не только от пыли когда вы достаете в солнечный день бьете их и закладываете совершенную чистоту в них мы всегда жили в чистоте постоянном обновлении божественном обновлении мы постоянно в банях мылись не надо застаивать баня это единство всех стихий вас огня ветра земли воды это постоянное обновление кровь должна обновляться не только физиологически а вашим состоянием света внутри вас каждое мгновение каждая секунда и тогда вам будут не страшны переливание крови касание негативные людей потому что они заражают состояниями а вы заражаете пусть тьма попробует коснуться в вас и заразиться светом не диффузируйте от тьмы пусть она преобразуется как будто вы в мазут отпускаете свет и мгновенно озеро становится кристально чистым такими вы должны быть подобно христо подобно заратустре подобно моисею подобно тераписбею эль море кудхуми всем светильником света деве марии и таинство евхаристии преображение будет даровано я благодарю чистые души вы всегда чисты благодарю от всего сердца из нового разума будьте чисты и чистота будет даровано вам в действительности она будет проявлено в вас потому что вы есть чистота первообраз креста вас и делаю марии да будет так спасибо друзья